Всем привет друзья мои, с вами Кухня с акцентом, меня зовут Зураб и сегодня мы с вами приготовим шикарнейшую домашнюю шаурму, поехали! Ребята, шаурма это знаете такое блюдо, которое любой человек может посадить под свой вкус, поэтому я вам никогда не скажу, что вот именно вот так надо шаурму готовить, это неправда в потоме, чтобы вы понимали, это шаурмы на каждом шагу, реально ребят, просто столько с ума сойдет, и я когда покупаю, они реально все по-разному делают, я сейчас покажу один из вариантов, который мне понравился, вы попробуйте, я думаю, что вам тоже очень понравится, чтобы сделать домашнюю шаурму, по моему рецепту вам понадобится, 2 куриные грудки, примерно 200 грамм помидор, 100 грамм лука, лук конечно лучше красный, я забыл его купить, поэтому у нас белый, граммов 20 укропа, укроп чисто для соуса, граммов 30 кинзы, если вы не любите кинзу, ее свободно можно заменить петрушкой, опять так, можно контролировать, квашеная капуста, лучше конечно красная, квашеная капуста у меня тоже 200 грамм, что касается идеального соуса, по нашему мнению, тут у меня 100 грамм майонеза, тут у меня 100 грамм кетчупа, кстати чем вкуснее кетчуп и майонез, тем вкуснее и сам соус тоже, и 150 грамм жирной сметаны, опять-таки ребят, постарайтесь вот это все, вот сметана, майонез и кетчуп, да, чтобы они были вкусные, потому что лично, по моему мнению, думаю, вы согласитесь, что соус в шаурме, это наверное процентов 80 от всего вкуса, это очень важно, поэтому вот эти три ингредиента должны быть самые вкусные, соль, черный перец и маринованные острые перчики, смотрите, вот такие вот, есть такие маленькие, часто в шаурме добавляют, это добавляют такие длинненькие, не знаю, такой огненный маринованные перчики, это самое важное, в общем, поехали, начинаем как всегда с мясом, друзья мои, тут у меня две грудки, они получились примерно от 600 до 700 грамм, 650 с чем-то, это примерно, чтобы вы знали количество мяса, одну грудку порезал на три части, вот на такие тоненькие, и замариновал в аджике, то есть берете вот на две грудки, на примерно на 700 грамм мяса, с большую столовую ложку с горочкой аджики, все хорошенько перемешиваете, отставляете мясо в сторону, вот пока мы тут все нарежем, подготовим соус, мясо как раз промаринуется, поверьте ребят, в аджике очень вкусно, потому что мясо такой пряный аромат приобретает, вообще классно, может кто-то из вас сейчас скажет, что ну нет, там куриная грудка слишком сухая, но я вас уверяю, друзья мои, тут у нас будет соус, овощи, получится очень вкусно, очень сочно, попробуйте, я уверен, вам понравится, так, друзья мои, забил еще чеснок сказать вам, для соуса нам нужно два зубчика чеснока и армянский лаваш, но армянский лаваш сейчас ясно, для шаурмы и что же еще, начинаем делать соус, берем все наши три ингредиента, нарезаем укроп, укроп очень-очень мелко, ребят, это не соленье, я достаточно много делаю укропа, чтобы он так хорошенько чувствовался, но при этом надо нарезать его мелко, два зубчика чеснока, раздавим слегка чеснок, чеснокашвили, чтобы он выделил все вкусы и отправляем все это добро в соус, черный перчик по вкусу и соль по вкусу, тщательно перемешиваем, ладно, попробуем, какая вкуснятина, ребята, не передать словами, честно, соль ребят, соль по вкусу добавляем, нужно даже чуть немножко пересолить, потому что в мясо не добавляем, в овощи, чтобы вот этот соус потом все разбавлял, но это так вкусно, что я сейчас слюны захлебнусь, реально, ладно, все готово, сейчас надо нарезать все, лук нарежем, помидоры, зелень, все будет готово, пожарим мясо и можно заворачивать, режем посередине, потом вот так, друзья мои, слишком длинные помидорки не делайте, потому что когда вы будете кушать, ребят, пивало такое, наверное, у вас тоже, когда ты шаурму кусаешь и тебе вслед за ней из шаурмы вылазит все, знаете, все, что там плохо нарезано или длинное, надо всегда нарезать все такими кусками, чтобы ты мог укусить шаурму и у тебя там ничего в зубах не застряло и за тобой не тянулось потом из шаурмы, поэтому вот такими мелкими кусочками Ребят, на самом деле 10 минут реально все нарезано, все готово, давайте нальем чуть-чуть масла на сковородку, Сковородку надо хорошенько согреть, чтобы курица к ней не прилипла и для того, чтобы курица, знаете, сразу схватилась, запечаталась, она и так у нас тонкая, при этом это грудка, Поэтому наша цель сейчас ее сделать идеально так, чтобы она сочная, сход какую-то, какая у нее есть, она ее сохранила Много масла не наливайте на сковородку, потому что будет слишком жирно, это будет невкусно Курицу хорошенько подрумяливаем с обоих сторон Ребят, посмотрите, какая грудка сочная, это куриная грудка, чтобы вы понимали, писали, сколько в ней влаги Если вот по этому рецепту замаринуют и грудку, писатель вы пожарите, поверьте, она невероятная просто получается Друзья мои, пришло время заворачивать нашу шаурму, и тут два совета от азербайджанского повара В Питере познакомился ребят с поваром, у которого была сеть шаурмы в нескольких местах Значит, первый совет, друзья мои, никогда не делайте шаурму большой, обычно, знаете, все любят такую, титаник такой А пока ее доедите, она остывает, а остывшая шаурма невкусная, шаурма невкусная Поэтому вот этот повар, у которого все шаурмы в Питере, он мне говорит, что всегда вместо одного большого Лучше заказывает два маленьких, то есть вы заедете маленький и заказали еще один Вы кушаете, свяжете теплую шаурму, а тут у вас половину появили и внизу остывшая эта Не делайте так Поэтому мы тоже будем не очень большую делать И важный совет, друзья мои, наверное, каждый из вас замечал И я уверен, что любому из вас такая шаурма попадалась, когда вы ее кушаете, реально мясо с одной стороны А зелень у вас есть другой А знаете почему? Потому что шаурму неправильно завернул тот, кто вам ее дал Вот смотрите, что он мне сказал Я не профессионал, шаурме далеко, поэтому я повторюсь то, что он мне сказал Вот что он советовал, друзья мои Берем какие-то овощи И насыпаем немного пошире То есть не в высоту, обычно вы видели, когда шаурму заворачивают, все вот так в высоту насыпят, потом заворачивают Нет, насыпаем чуть в ширину И сейчас поймете я о чем Очень легко и понятно это будет Вот так В широту идем Отправляем сюда На вкуснейшую капусточку Тоже вот так Отправляем сюда Сейчас Сейчас Зелень Ребят, вот этот момент, кстати, сами контролируйте Кто-то много овощей любит, кто-то немного Это все на ваш вкус и на цвет, скажем так Не забывайте, что еще в соусе тоже зелень есть Отпускаем сюда перчик Вот так Если перец длинный, друзья мои Обязательно его надо порезать Как я и вам и говорил Не хорошо, когда вы кусаете шаурму Откусили кусочек, а оттуда за вами там перец полез или еще что-то Это не эстетично Перец, конечно, по вкусу Я люблю остренькое Помидор колик И Я перенес наш соус вот в такую штуку, потому что ей поливать намного удобнее Не жалеем соуса И Побольше мяса, ребята Побольше мяса И Друзья мои Делаем Смотрите Вот такой Своеобразный Рол Вот так Завернули Еще разок Вот так Края Подогнули Там где угнули Подогнули Значит Подогнули И Без лишних Вопросов Шля Шля Красоточка И Отправляем Надо поджарить, конечно Ребят Под прессом Красота Подхрустнулась Подхумянилась Всех В Netflix Сот Ребят Вы просто посмотрите Смотрите Мясо в центре или нет? Красота, смотрите какая сочная внутри, при этом нигде ничего не витекло, ребят, посмотрите, идеалити, просто идеалити. Ребят, идеальная шаудма, мясо в середине, вокруг овощи, зелень, главное на вкус как. Опять, тут только ради вас пробую, я не люблю ребят на камеру кушать, но надо попробовать и честно вам все сказать. Друзья мои, вот реально без лишних слов восхитительная шаурма, почему еще мне этот рецепт нравится, тут не так много ингредиентов, сделал, покушал, кстати все что осталось можно в пищевой контейнер, что я и сделаю сейчас, и лучше потом, ребят, притащили из холодильника, завернули, пожарили, свежая вкусная шаурма под рукой. Кстати, чуть не забыл, получается три средние шаурмы, если три шаурмы сделаете, в каждой будет по 200 грамм мяса, 300 овощей и всего остального, или можно две такие здоровенные, у которых будет там по 300 с чем-то, почти по 350 грамм мяса и можно, знаете, такой лопнуть сразу, все есть такой, навалить и потом, как анаконда в месяц валяться и переваривать, но этого не надо, когда переешь, особенно, когда шаурму не доешь и хочется, да еще, вот в этот момент надо, кстати, останавливаться, вот такое приятное чувство, а когда шаурму переешь, вообще чувствуешь себя потом, ну в общем, а вам, друзья мои, спасибо, что нас смотрели, спасибо, что помогаете каналу развития, мы это очень ценим, этот рецепт для вас, пользуйтесь, я уверен, что он вам понравится и вы же помните, мы всегда тут готовим только то, что сможет приготовить любой из вас, спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok